Второй марафон подошёл к концу, а я уже скучаю без отчётов, так я к ним привыкла. Чем для меня был марафон женственности? Очень много, вспомним бы всё. Во-первых, передо мной стоял страх публичного открытия своих мыслей. Несмотря на то, что моя профессия связана с журналистикой, я публично опубликовать свои мысли не привыкла. Только для очень близких людей, а тут для всех на всю стену читают, кто хочет. Но этот страх я перешла. Спасибо марафону, моим подругам, которые меня в этом поддержали. Ещё очень важное открытие для меня — это мои близкие. И это связано не только с тем, что я старалась общаться с ними по-другому, а в некоторых из них я открыла совершенно новые стороны. Даже мои бывшие коллеги, оказывается, изучают ведические знания. И всё это выяснилось, когда они давали мне советы или комментарии к марафону, к моим отчётам. Очень рада, что некоторых моих близких друзей мои отчёты побудили участвовать в третьем марафоне женственности, потому что они поняли, что надо работать над собой, выполнять задания и идти вперёд. Очень важными для меня открытиями были мои цели. Конечно же, особенно 5 и 100 целей. Многие из них, да, наверное, большинство из них исполнились. Среди целей были составить родовое дерево, научиться петь, понять влияние Луны на женщину, делать ежедневную гимнастику. То есть вот то, что я так давно откладывала в долгий ящик, например, пение. Ну, с детства меня никто этому не обучал, но с детства так хотелось петь. Но медведь мне что-то там на ухо наступило. Это уверенно подтверждали все мои знакомые. А тут, поставив в марафоне цель, я пошла на тренинг, я впервые публично пела, выступала. Хотя нет, выступала я до этого много раз, но петь — это совершенно другое. И это что-то во мне открылось. И я очень рада, что я теперь могу это сделать. Какой-то детский внутренний страх у меня прошёл. Также во время марафона я много уделяла внимания общению с родом, внутренним изучению истории своего рода. Я очень давно хотела составить родовое дерево, но никак не доходили руки. А тут, поставив перед собой такую цель, я её практически выполнила. Работы ещё в этом направлении много, но самое главное — родовое дерево у меня уже есть. Поэтому спасибо большое. Среди моих целей важны были те, что связаны с красотой, с принятием себя как женщины. Да позволю себе желать. Это тоже для меня такой опыт. Несколько непривычно, потому что как-то я вот себя всегда так... Ну, мне потом или «да ладно, зачем мне так много покупать?» А тут я позволю себе быть женщиной и позволю окружающим баловать меня, покупать мне что-то. И вот в этом направлении я рада, что построила сообщение с окружающими. И вот в моей жизни появился вот такой друг, о котором я тоже мечтала. Это мне подарил его мне близкий человек тоже во время марафона. Сейчас я готовлюсь к свадьбе. В марафоне я это не публиковала, только так около... Писала об этом около, намёком, потому что, ну, вот такое для меня важное событие. Хочу несколько сделать его личным, сакральным. Поэтому сейчас для меня очень важный период, связанный вот с переездом к мужу, к будущему, с новым построением, с новым отношением. И я думаю, что мне хоть не в третьем, мне и удаётся в моём поучаствовать, но в четвёртом, в пятом, я надеюсь, приму участие, потому что марафон — это важный этап в жизни человека, женщины. Для чего? Да чтобы осознать себя, понять себя и понять, куда ты двигаешься, посмотреть на себя со стороны и послушать советы, мнения окружающих людей для того, чтобы развиваться. Большое спасибо марафону, большое спасибо открытиям, большое спасибо Ольге Валяевой, спасибо себе, дорогой, за то, что приняла в моём участие, не халявила ни одного дня. И большое спасибо за то, что этот этап мы проделали в 90 дней. Ура! Спасибо! Спасибо!